В Москве, ряде регионов России, завершается неделя памяти жертв Холокоста, цикл мемориальных мероприятий, главной целью которых является сохранение памяти об одной из величайших трагедий в истории человечества – Холокосте. Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается в ближайшее воскресенье, 27 января, в день годовщины освобождения Красной Армии, узников в концлагере Освенцим. В московской студии РТВА я рад приветствовать гостя, это сопредседатель научно-просветительского центра Холокост, профессор Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман. Приветствую вас, добрый вечер, спасибо, что приехали. Скажите, эта неделя ежегодно проводится? Это уже пятая юбилейная неделя, которая проводится Российским еврейским конгрессом и центром Холокост при поддержке правительства Москвы. Я бы сказал, что она еще в разгаре, а не заканчивается, потому что центральное мероприятие, это вечер, который будет мемориальный вечер Рэквиум в Геликон-Опере 28 января, если говорить о России. Скажите, а что-то можно, тем более, раз уж это юбилейная неделя, что-то выделить по сравнению с предыдущими годами? Вы знаете, никогда не было такого количества мероприятий на разных площадках, некоторых из которых, казалось бы, к теме Холокоста прямого отношения не имеют. Например, в Государственном музее ГУЛАГа прошла презентация изданной нами книжки, воспоминаний, дорогами гетто. Это собрало совершенно новую для нас аудиторию. Конечно, очень много мероприятий, опять же, как никогда много, рассчитанных на молодежь и на школьников. Это интерактивная выставка спасителей о российских праведниках народов мира, Музей истории Москвы. Это наша выставка «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», показанная в московской мэрии. Никогда в мэрии мы не представляли. Выставка дебютировала сначала в Госдуме, в Совете Федерации, в САП-квартире ООН в Нью-Йорке, в других странах. И сейчас, буквально, идет уже 18-я ежегодная международная конференция школьников, лауреатов и победителей нашего конкурса «Работа Холокосте. Холокост памяти предупреждения». К вам я приехал из Государственной Думы. И, опять же, впервые на моей памяти, а Центр Холокост мы основали 27 лет назад, впервые шла дискуссия о том, как хранить память о Холокосте в России. Какой вывод? Как хранить? Ну, вывод, конечно, о том, мы постарались поднять проблемы. Главный вывод о том, что в России должен быть, наконец-то, национальный день памяти жертв Холокоста и в нашей редакции воинов-освободителей. Негоже стране, которая была одна из шести, внесших проект резолюции на Генеральную Ассамблею ООН. Более 30 стран мира имеют такой национальный день, а наша страна, внесшая, собственно, и только главный вклад спасения, не еврея в Европу, но, собственно, и вошедшая в лагерь смерти Аушвиц, как я считаю, правильнее называть, а не освенцем. Это правда. Не только по политкорректным соображениям, потому что это реальное название, которое, ну, тем спасенным узникам, которые запомнились. И более того, вот один из экспонатов нашей выставки, сразу хочу взять инициативу на себя, потрясший меня, когда мы выставку готовили, она сейчас на шести языка, вот, скоро дебют в Берлине. Это письмо Отто Франко своей семье в Базель, Швейцарию, написано на немецком бланке со словом Аушвиц. Но датированное 23 февраля 45-го года, и он знал, что 23 февраля это день Красной Армии. Скажите, а как вы отвечаете на этот вопрос, почему в России нету дня? Вы знаете, наверное, вот тот процесс, который мы начали, это настоящая борьба за память. Вот, в стране, которая потеряла 27 миллионов человек, в стране, которая, вот, дата 27 января совпала и наложилась на другую дату, годом ранее, полное снятие блокады Ленинграда, страна, которая потеряла миллионы людей разных национальностей, для того, чтобы осознание темы Холокоста пришло, это потребовалось целый ряд усилий, которые, я считаю, наш центр в чем-то уникальной прошел, создав энциклопедию Холокоста. Более тысячи населенных пунктов на всей территории Советского Союза в границах на 22 июня, где было уничтожено более 100 узников, или где было гетто, или концлагеря, тематические статьи об этом, монографии, выставки. Я лично только принимал участие в семи документальных фильмах, первый из которых назывался «Брестское гетто». То есть это осознание достаточно непросто, потому что идет своего рода конкуренция жертвы, конкуренция памяти. Здесь нужно быть очень деликатным. Ну, потому что вот в странах, которые не были оккупированы, или в странах, где большинство жертв, это было именно еврейское население, говорить о Холокосте понятно. То есть это была трагедия каждой страны, где мирные граждане именно еврейской национальности было уничтожено. На оккупированной территории СССР, по данным Чрезвычайной государственной комиссии, данной 46-го года, было уничтожено 7 миллионов мирных жителей. Кстати, в наших и учебниках, и в средствах массовой информации точные, правильные цифры именно уничтоженных, не умерших от голода, болезней, бомбежек, а физически уничтоженных 7 миллионов. Такого нет ни в одной другой стране мира. Но число евреев установили именно мы, казненных. Это 2 миллиона 814 тысяч человек по архивным материалам. И это очень весомая цифра. Нужно было показать, что Холокост — основная часть истории нашей страны. И кажется, мы нашли ход буквально 2-3 года назад. Прошу прощения, а что вы имеете в виду, вы сказали, конкурирование, конкурирование жертв? Конечно. То есть идет абсолютно, это научный термин, есть очень много статей, в культуре памяти есть такое понятие. Ну, разные события, даже еврейский народ, так сказать, есть авторы, которые пишут, ну да, в Холокосте погибло, так сказать, 6 миллионов евреев. Но в процентном отношении, например, во времена Хмельничина убитых было больше. То есть спор, какая трагедия в истории народов, и есть разные сопоставления, другие геноциды и так далее. Это все происходит. И здесь история Холокоста, ведь она беспрецедентна именно тем, что и память о ней приобрела такой характер, которая — это еврейская трагедия, но не еврейская проблема. Поэтому так много дискуссий, поэтому так много людей в нашей стране, в том числе, считающих. Ну, зачем говорить именно об этой категории жертв? И здесь найти... Давайте вспоминать всех, но не выделять. Конечно, нацисты уничтожали же всех, понимаете, и приводятся примеры. Сожженные деревни, партизаны и так далее, когда ты работаешь со школьниками, а тем более с педагогами. Вот это вот задача. Объяснить, что без истории трагедии Холокоста нельзя понять историю войны. Не только трагедию, но и величие. Потому что люди других национальностей, которые с риском для жизни своих родных спасали евреев, вот о них мы рассказываем, вот на этой выставке, о которой я упомянула спасители, да? Да-да-да, мы рассказывали о ней в эфире артиллерии. А другой ход, который мы нашли, вот освобождение Аушицы. Я вот год назад, две недели в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стояла наша выставка, министр иностранных дел России открывал, было очень много статей, слушает пресс и так далее. И вот, собственно, какой вклад внесла Красная Армия? И что она реально сделала от первого освобожденного гетта Калуга декабря 1941 года, первого освобожденного гетта Европы, и до лагеря Терезен 8 мая 1945 года. И здесь конкретный подвиг людей разных национальностей, которые освобождали Аушицы. Здесь нужно, мы постарались показать историю их судеб до и после. Выделив национальности, выделив их профессии, выделив регионы, где они проживали. Сегодня мы даем нашим участникам наших мероприятий, мы хотим, чтобы такие недели шли в разных регионах. В прошлом году 67 регионов России, в той или иной мере, в основном образовательных учреждениях, это отмечали. Мы даем своего героя персональную судьбу. И персональную судьбу кого освободили? В этом году год Прималеви. Мало кто знает, что Прималеви один из тех, кто был освобожден тогда, никому неизвестный 23-летний студент-химик, попавший в Аушицу. И который написал около 10 страниц о тех солдатах русских, которых он увидел. Его восприятие. Вот это, мне кажется, то, чего как раз в Российской Федерации очень в истории, в освещении истории не хватает. Истории конкретного человека. Мы мыслим миллионами, мы мыслим достижениями, мы мыслим какими-то победами. Мы, я имею в виду, на официальном уровне. А история конкретного человека, который все это переживал или не переживал, это всегда забывается. История того, кто освобождал. Бжезинку освободил генерал Красавин. Пять дивизий. А наш проект «Освободители» такая дерзкая задача. Собрать информацию о 25 тысячах советских воинов, о медиках и журналистах, ваших коллегах, потому что очень много, это отдельная интересная тема, которые оказались в районе Аушвица в конце января 1945 года. Но Бжезинку освободил генерал Красавин. Из пяти этих дивизий только он не стал героем Советского Союза. Нас заинтересовало, почему. А потому что четыре года он провел в ГУЛАГе. Там погибла его жена, отставив предсмертную записку. Я ни в чем не виновата. Он стал начальником гарнизона Казани после войны. И, видимо, ГУЛАГ не прошел даром. Он умер в 1948-м. Реабилитирован 20 лет спустя. Формально Аушвиц освободил человек, который не был реабилитирован. Мы взяли несколько биографий героев. Для наших западных коллег новым оказался подвиг наших медиков. Ведь в Аушвице оставили 7 тысяч человек, доходяк. Немцы не стали марш смерти для них проводить, потому что должны были умереть. И пришли медики с опытом лечения дистрофии блокадного Ленинграда. В судьбах многих которых, по крайней мере, начальникам госпиталя Женировской, тоже с ее семьей были события, связанные с ГУЛАГом. Так историю страны, через историю Холокоста, через судьбы людей разных национальностей, мы сделали, по-моему, проект, который, по крайней мере, вызвал большой интерес наших коллег в странах, где мы даже не ожидали. Даже когда сейчас вы об этом рассказываете, это, несомненно, безумно интересно. Вы сказали, вы упоминали студентов и школьников, а студенты и школьники, они знают вообще хоть что-то? А вы знаете, только что из Государственной Думы, это данные Левадо-центры, которые меня потрясли. Вот этого я не знал, что правильно, как бы, знание в какой-то мере о судьбах евреев во время Второй мировой войны правильно ответили 90% вопросов, не только школьников и так далее. Но знают, может быть, что евреев убивали, но не знают, что такое был Холокост, в чем была его беспрецедентность уничтожения целого народа. И вот ребята, которые приезжают к нам на конференцию из маленьких городков, там Велиш, допустим, Невель, Псковской области, вот они исследуют свою региональную историю. Ребята разных национальностей, евреи, кстати, не очень охотно участвуют в нашем конкурсе, для них есть в нашей стране специальные программы поездок, конференции и так далее. А здесь, ребята, очень интересно слышать их размышления и посыл рассказать другим. Вы знаете, когда мы провели наш первый конкурс, это для меня было важно, я в армии служил в Архангельской области, вот побеждает девочка из села Афанасьево, Верхнитуемского района Архангельской области, о которой мне слыхом не слыхило. Почему? Что она написала? Что нас потрясло в ее эссе? Она назвала его «Я никогда не буду прежней». Я никогда не буду прежней. Я никогда не буду прежней. Может быть, для меня, как человека, который преподает историю, работает со студентами, со школьниками, вот мы находим тему, когда в истории нашей страны что-то такое, казалось бы, очень далекое, территориально, в данном случае от неоккупированной области, по циональному принципу, потрясли судьбы детей. Найти ту информацию, которая детям интересна. Я горжусь, у нас очень талантливые педагоги, тех, которых мы готовим за эти 27 лет. А нахождение каждый раз новых ходов. В 10 лет мы открывали конференцию школьников, такую же, которая сейчас идет в Москве, 22 июня, ровно в 4 часа, в Брестской крепости. Вместе с героем повести Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость» Романом Левиным, там была глава «Мальчик из Бреста». Вот он водил школьников по тем местам, которые он пережил. И когда ты говоришь о конкуренции жертв или представлении, Брест защищал порядка 5000 советских солдат и офицеров. Сергей Сергеевич Смирнов в 61 году, через 20 лет, собрал 800 защитников крепости. То есть они должны были уцелеть, дошли до Москвы, потом до Берлина, или попали в лагеря, и наши немецкие выжили. Их было 800. Из 25 тысяч евреев в Бреста живых осталось 19. Когда, вот в данном случае, цифры, может быть, они играют, потому что они показывают нацистскую политику. Просто я про студентов и школьников не просто так спросил. Может быть, вы помните, несколько лет назад была громкая история, когда журналисты радио «Свободы», момент Шакиров, по-моему. — Холоко — это клей для обоев. — Холокост — это клей для обоев, да. Насколько в восприятии молодежи Холокост — это нечто непонятное? — Сегодня мы видим, даже у Никиты Михалкова недавно был сюжет, съемки на Поклонной горе, где, так сказать, находясь на Поклонной горе, не могли ответить, кто такой маршал Жуков, кто написал Василия Теркина. Общее знание. Вот только что в ходе, так сказать, нашего круглого стола в Государственной Думе учитель истории говорил, что на войну там несколько уроков. Он должен рассказать максимум, что он может потратить на тему Холокоста, неполный учебный час. Значит, нужны какие-то другие вещи. И то, что наше Министерство образования и науки, как оно раньше называлось, ныне просвещение, два года назад, в календарь знаменательных событий, о которых в школе должны проходить какие-то занятия или лекции, вот появилась тема «Международный день памяти жертв Холокоста». Это сделал очень важный шаг. Дело за малым. Как подготовить учителей, чтобы они неформально, не пересказали цифры, какие-то факты и так далее. Дело за малым, это, мне кажется, вы... Ну, дело вовсе не за малым. Это, наверное, основное. Ну, налажена система. То есть у нас есть дистанционные курсы, у нас есть семинары в регионах. Мы ездим по всей стране от Владивостока до Калининграда. Десять семинаров в год. Мы начали с блестящей командой шведских педагогов. В этом году забыл весь мир, а мы помним. 20 лет назад вышла книга шведская «Передайте об этом детям вашим». Вот она нам очень помогла, и работа эта ведется очень активно в многих институтах повышения квалификации. Прекрасно. Успехов вам в вашей работе. Спасибо большое. Про больше меньше, чем успехов. Мы сегодня говорили. Самый друг. Да. Илья Альтман – сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ в московской студии «РТВА». Еще раз напомню, в воскресенье 27 января Международный день памяти жертв «Холокоста» приурочен к дню годовщины освобождения Красной Армии узников концлагеря «Аушвиц». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова